Субтитры создавал DimaTorzok Александр Константинович, я знаю, что вы нарасхват в эти дни, и не только в эти, а собственно вот как начались такие бурные, но все-таки цивилизованные диалоги по вопросу строительства храма, так вы и стали человеком просто максимально востребованным, потому что как-то вот так получилось, что умение излагать позицию без агрессии, но основательно и убедительно, этим вас Господь наградил. И вы это так и используете. Да, спасибо, если это действительно так, но я думаю, что это так, да, действительно, я стараюсь все-таки показывать те качества, которые свойственны моему характеру, то есть с любовью и добротой продвигать ту мысль, ту позицию, которая, собственно говоря, ведет к нашему общему единению. И вот как раз для продвижения этой позиции Александр Константинович вспомнил еще об одних своих талантах, о нескольких своих талантах, правильнее сказать, и написал песню, и создал клип на эту песню, и мы с вами это сейчас увидим и услышим. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Место достойное ему найдем с тобою вместе В сердце города нам очень дорог он Место достойное ему найдем с тобою вместе Александр Константинович, а был раньше то у вас такой творческий опыт? Или это только в связи с последними событиями так вас накрыло? Ну, такого, чтобы уж совсем профессионального опыта, конечно, нет Но в школе, в последних классах, значит, я вел выпускной вечер Вел каждый год мероприятия такие, вот, писал сценарии, писал песни На самом деле вместе с другом мы написали все песни для выпускного вечера в школе А потом в университете я вел различные праздники Мисс и мистер университет, значит, весна факультетская и так далее Вот все это было, и даже в команде КВН играл вместе с небезызвестным Сергеем Светлаковым Правда, он был там капитан команды, а я был, как говорится, камыш, который качается в стороне Но, тем не менее, такой вот опыт был, и поэтому вот этот опрос, он меня побудил к тому, чтобы снова разбудить вот эти свои таланты Потому что мне хотелось доступно, очень коротко, за 2-3 минуты В таком позитивном ключе изложить историю этого храма Что он был основан вместе с городом Что 300 лет он и должен был стоять Что в 1930 году его варварски разрушили И что наша сейчас задача его восстановить Ну пусть хоть не в том месте, где он был Но максимально близко и в достойном месте, в центре города Достойном кафедрального центрального собора Екатеринбурга То есть вы всей душой за площадку на Горько-18 Это бывший приборостроительный завод Да, я не стал скрывать, когда вот уже площадку в сквере у театродрамы исключили из списка Я погоревал, вот, наверное, день Прям почти до слез мне было так обидно, что такая работа утрачена была Но я понял, что мудрость церковная, она выше всего этого И что если нас Бог ведет какими-то другими путями Нужно принимать это смиренно и подумать, что будет еще лучше И вы знаете, мне кажется, эта площадка, она действительно еще лучше Она еще ближе и она позволит нам открыть кроме храма Еще и как хотят меценаты-благотворители построить культурно-историческо-социальный центр Где будут и музейные площади, где будут и площади для каких-то помещений Семейный клуб, клуб детства для матерей-одиночек, для детей-инвалидов То, что я видел планы у меценатов Я не сомневаюсь, что если эта площадка будет выбрана, поддержана, то они это осуществят Дай Бог им здоровья Присоединяюсь к сказанному, действительно очень хочется пожелать всего самого доброго людям Которые столько уже терпения и смирения проявили Которого, в общем-то, не ожидаешь от человека высокопоставленного И обладающего большими финансовыми возможностями Мы про себя думаем обычно, как про смиренных А про тех, кто побогаче и повыше Мы уже все пробы на них поставили А вот нет, а вот это не так И слава Богу, что мы это смогли увидеть Ну, а теперь о нас Что мы, вот каждый Кому не безразлична судьба города Для кого имя Божие не пустой звук Чего мы делаем 13 октября 2019 года, воскресенье Ну, конечно, после того, как сходим на божественную литургию Или, может быть, до того, тут уже у кого во сколько служба в храме начинается Да, ну, я обращусь тогда напрямую к горожанам Я призываю всех жителей Екатеринбурга, достигших совершеннолетнего возраста Возраста 18 лет, получивших паспорт Прийти на свои избирательные участки 13 октября в ближайшее воскресенье с 8 утра до 8 вечера Список этих избирательных участков есть на сайте екатеринбург.рф На сайте избирательной комиссии города Екатеринбурга А также можно их узнать по телефону горячей линии Которая также указана Телефон, который указан на сайте екатеринбург.рф Придите, пожалуйста, отдайте свой голос за ту площадку Которую вы считаете максимально достойной Проявите гражданскую позицию Что касается площадки, которую мы с вами считаем максимально достойной Горько 18 адрес, бывший приборостроительный завод Это максимально близко от исконного места Вот вы правильно сказали, это первый самый аргумент Максимальная близость к историческому месту А второй аргумент, это может быть то, что мы с вами разовьем Так называемый исторический центр Екатеринбурга В такой гармоничный архитектурный ансамбль Где улица Царская будет иметь с одной стороны храм-памятник на крови С другой стороны будет в не очень далекой близости Будет центральный кафедральный собор, если действительно за него проголосуют И литературный квартал И улица Пушкина, улица Толмачева Которые сейчас здания находятся в очень плачевном состоянии Там практически гулять никто не хочет Вы представляете, и набережная откроется То есть откроется выход на набережную И возле храма, там я вот видел в рендере, я думаю, так это и будет организовано Там даже место для фонтана нашли Там будут обязательно деревья Очень будет красиво Я уверен, что по-другому и быть не может Там будет очень красиво И это место, вот я считаю, с появлением храма Святой Екатерины Собора Кафедрального на этом месте Вся эта территория будет наконец-то закончена Со всех точек зрения И с исторической, и с архитектурно-строительной Вот, прям очень здорово И еще один момент Нет жилых домов поблизости Мы говорим о том, что Это центр города, центральный кафедральный собор Храм, который находится возле дома Это все-таки отдельная история И я всем вот мирянам об этом говорю Значит, людям, которые не воцерковленные Мы бы беседуем Я хожу по коллективам Значит, везде пытаюсь рассказать Почему нужно ходить, почему нужно голосовать По своему району уже прошелся По школам, по садикам, где мог Объясняю, что нет никакой принудиловки Вот, прошу прощения за это слово Когда я слышу такое Прям звоните и рассказывайте Где есть какая-то принудиловка Будем с этим работать Потому что попросить прийти на опрос Конечно же могут Попросить проголосовать за площадку На месте прибора строительного завода Могут, потому что В положении об опросе Есть четкие понятия агитации Они не такие жесткие, как на выборах Там нет дня тишины Это можно прям хоть на участке Перед участком для голосования Можно прям просить проголосовать За конкретную площадку То есть это вполне Да, 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 да Чтобы вот все знали То есть это не нарушение закона Вот, если мне нравится площадка На месте прибора строительного завода Я могу своих соседей просить Придите Принуждать не могу А просить могу Каждый человек Который обладает гражданской активной позицией Который чувствует себя Причастным к этому делу в городе Должен встать с дивана В кавычках Да, значит То есть Прийти на участок голосования Не просто где-то сидя за компьютером Там написать какие-то гневные вещи Или добрые наоборот Да А нужно встать, прийти Проголосовать С радостью С паспортом Обязательно Да, с паспортом И с радостью в душе Вот То есть Мы пришли к тому Что то послание Которое озвучил президент По этой ситуации майской Что нужно провести опрос Среди жителей микрорайона Возле сквера? Да, возле сквера Мы же понимаем Что там В этом микрорайоне Если его микро совсем рассматривать То там Жилых домов Ну практически нет Там Вот улица Бориса Ельцина Там где-то вот есть дома Но Я думаю Что президент имел в виду Конечно же Опрос Строить в этом месте Или не строить Спросить у жителей Ну как вот был задан спонтанно вопрос Президент же Может быть не знал Но он был просто не в курсе Да И вопрос был сформулирован так Что там уже была Заложена дезинформация Ну журналисты Они же умеют Формировать вопросы Как им нужно И поэтому Сейчас Когда отработала Рабочая группа Вот вы сказали Две площадки Но ведь Горожане должны Знать Или помнить О том Что 61 предложение Было собрано На сайте мэрии От горожан Поступило Порядка 11 тысяч Писем И в них была 61 площадка Как люди хотели Приблизить к себе Этот храм Кто-то Значит говорил Старая сортировка Химаш Уралмаш Компрессорный Ботаника Все районы Перечислили Прекрасно Что люди хотят Иметь храм Рядом с собой Но центральный Кафедральный собор Тем более Собор Святой Екатерины Который Был основан Вместе с городом Конечно же Должен быть где-то в центре И вот в ходе Кропотливой работы Сначала Рабочая группа Отобрала 10 площадок За которую было отдано Более 100 голосов Ну такой как бы Знаете Отбор Вот Потом из этих 10 Отбросились конфликтные площадки Пришлось сразу же Отказаться от площадки На историческом месте Потому что Эта история уже пройдена Пришлось отказаться К сожалению От площадки На воде Так же К сожалению Как и на историческом месте Пришлось отказаться От площадки В конечном итоге Вот на месте Бывшей телебашни И вот Все это Живой процесс Родил 3 площадки Приборостроительный завод За Макаровским мостом И Фурманова Белинского И вот Фурманова Белинского Я прошу прощения Что перебиваю Просто времени уже совсем нет Времени да И Фурманова Белинского Вот ответил Или федеральной власти Что там не получится Построить и все Потому что они не отдают Эту землю И вот осталось Две площадки на выбор И вот для того Чтобы уже этот выбор Был общегородским И зафиксирован Документально По закону Вот и проводится Этот опрос Дорогие друзья Приходите пожалуйста Спасибо Александр Константинович И за клип И за этот разговор Да кстати клип Скачивайте Делайте лайки Потому что нам нужно Эту позитивную тему Раскрутить Чтобы Все города знали Что у нас есть Позитивно настроен этот опрос Храм в сердце города Храм в сердце города Набирайте в ютубе Ну будем надеяться Что храм в сердце города Воплотится И вот уже В архитектурных формах тоже Спасибо друзья Да с Бог Увидимся Спасибо